Ни одно важное мероприятие в округе не проходит без участия средств массовой информации. Журналисты, фотографы и операторы всегда держат руку на пульсе и первые на месте событий. Но сегодня в центре внимания представители средств массовой информации. В торжественной обстановке звучат поздравления в адрес тех, кто много лет со всей душой и профессионализмом формирует информационную повестку. Здесь в основном люди все талантливые, которые профессионально подготовлены. Я это ответственно говорю. С многими из вас я работал и работаю. Мне приятно с вами работать. Поэтому хочу, конечно, поздравить вас с удачным завершением очередного года. Поздравить с наступающим Новым годом. Все-таки Новый год уже чувствуется. Вот он за спиной. И пожелать всем безусловное здоровья. Сейчас это очень актуально. Всем здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. И дальнейших творческих успехов. Я уверен, больше чем уверен, что на территории городского округа средств массовой информации в лице вас, представителей, всегда будут на достойном уровне. Матищинские СМИ всегда отличались высоким профессионализмом, оперативностью и объективностью. Газета «Родники», отметившая в этом году 90-летие, тому подтверждение. Это Матищинское издание. Самое рейтинговое и читаемое в округе. Еженедельно 17 тысяч читателей получают 24 полосы интересных и актуальных материалов. Здесь работают акулы-пера с огромным опытом. Еще одна известная Матищинская газета «Неделя в округе» тоже завоевала доверие читателей. Много лет она радует жителей специальными репортажами, эксклюзивными материалами, легкостью подачи. Труд журналистов, фотокоров, верстальщиков и корректоров удостоен благодарностей и почетных грамот. Почетные грамоты главы городского округа Матищи награждаются Белицкий Дмитрий Владимирович, художественный редактор Матищинского информационного агентства Московской области. Хорошо знают жители округа, доверяют и каждый день ждут в эфире команду первого Матищинского. В прошлом году нам исполнилось 20 лет, но заслуженные награды из-за пандемии вручают только сейчас. «За добросовестный труд и высокий профессионализм в работе благодарность губернатора Московской области выражается коллективу муниципального автономного учреждения ТВ Матищи. Директор Захарова Наталья Александровна». Благодарность губернатора всему коллективу первого Матищинского и персональная его руководителю Наталье Захаровой, а также почетная грамота Московской областной думы. Благодаря ее грамотному руководству в копилке редакции десятки наград и побед в самых авторитетных телевизионных конкурсах регионального и федерального значения. За 20 лет телеканал сделал большой рывок. Это подтверждают те, кто стоял у истоков Матищинского телевидения. Начиналось с того, что надо было создать свое телевидение, чтобы были свои новости, чтобы было свое вещание. И потихонечку так вот, потихонечку с нуля начали организовывать все это. Многим приходилось заниматься, и одним, и вторым, и третьим. В общем, вот так мы нащупывали, что такое наше телевидение. У меня впечатление всегда, как в этом ролике, а он настоящий, потому что я же там за кадром, да, я даже здесь никогда не бываю в этих вот администрации и так далее. И, конечно, да, приятно. То есть одно дело, когда ты монтируешь про других людей, а когда вот все-таки тебя заметили, что ты тоже имеешь какое-то отношение вот к Матищинскому району и какая-то частичка всего нашего большого-большого коллектива. Журналистское сообщество «Матищ» – это сильная, креативная команда профессионалов. Творчества для дальнейшего развития нам хватает. Главное, чтобы пандемия не мешала. Дорогие друзья, на самом деле время очень такое специфическое, как Сергей Сергеевич правильно сказал. Хочу пожелать одна у вас работа с людьми, особенно у курьеров, кто работает, операторов друг. Берегите себя. Как вы это сделаете? У нас сейчас много различных мнений. Еще каждый, я думаю, сделает абсолютно правильный выбор, исходя из тех условий, которые у нас есть. Берегите, берегите себя, родных и близких. А мы вас просто очень любим и очень уважаем. Юлия Федорененко, Олег Степанов, Денис Корнев. Первый Матищинский.